Музыка В зоне C Обещаю, не будет никакого хардкора Все сонные Немножко не выспались, поэтому Немножко поговорим О Гуау Посмотрим, как с помощью Гуау Сделать ваш опыт Более привлекательным Пару слов о себе Меня зовут Игорь Работаю Java-разработчиком тех летов Компании Logica Также занимаюсь Организацией Java Tech Talks В Одессе Поэтому, если Этот иван у нас ежемесячный Поэтому, если будет желание Выступите Окей Окей Что такое Гуауа? Кто-то слышал уже? Гуауа Гуауа В основном Растет Произоставит в Мексике В Южной Америке Но сегодня не об этом Сегодня поговорим о Java И о Google И как это связано И так Гуауа Это набор Классов Методов И утилит Созданных для вас Для разработчика Абсолютно Опенсорс Под лицензией Apache Это Core утилиты Которые созданы В компании Google И которые Используются В Gmail Google Docs Каждый день Ежедневно Ежеминутно То есть Это не то, что Они Зарелизили Как Open Source То есть Они просто расшарили Все свои знания То, чем они хотят Все это Поделиться С Вами То есть Гуауа Состоит Из набора Утилит Классов Основных Базовых Утилит И анитоцией И байсик Утилиты Название ogan Утилиту Говорит Что они И делают Само Представить Надо думать А Сегодня Мы остановимся Онотациях на базовых утилитах, на коллекциях, на стрингах, на functional idiомах, то есть на функциональном программировании, что для этого сделал Google, и на кэширование. Так, Huawei протестировал в продакшене, как я уже говорил, Gmail, Google Docs и все основные веб-сервисы, все они используют повсеместно эту библиотеку. Добавить ее абсолютно просто, через Maven, размер, по-моему, где-то 2 мегабетта. Huawei отлично протестировал, как Google заявляет, то есть на момент июля 2012 года они заранили 286 тысяч тестов. Как это может быть, мы как разработчики удивляемся за таком количестве. Я попнул немножко глубже. Они используют автогенерацию. Автогенерацию, то есть у Huawei есть некие классы, generate и тому подобное, которые позволяют им подставлять различные параметры и тестировать все классы на предмет уязвимости. То есть достаточно хорошо протестированы, можно им доверять. Также находится под и активно развивается, очень много пользователей, в целом считается таким мейнстримом. Также никто не запрещает вам использовать это на андроиде. Почему UAUS? Во-первых, потому что приходится писать меньше кода, весь ваш boilerplate код в целом сводится, допустим, к одной-двум строчкам кода. Ну, он позволяет делать ваш код более читабельным, чище, проще, да? Мы как разработчики радуемся. Окей. То есть позволяет уменьшить время разработки, более сфокусироваться на бизнес-логику, нежели на написании каких-либо утилитарных классов, таких как стритк, например. Также это очень популярный API, и в целом можете расценивать это как такое естественное расширение, что ли. Ну, и я представляю себе это, да, как ваше приложение и небольшой такой кусочек фрукта, да, что ли, UAUS, изюминка, которую вы добавляете в свой продукт. Вы, наверное, подумали, что, окей, ну, наверное, я, наверное, смог бы и сам написать этот string utils, да, какие-то утилитарные классы для работы там с потоками, с коллекциями и тому подобное. Но, в целом, я, наверное, больше буду доверять Джошу Блоху, да, в целом, наверное, все, которые читали это в Java книгу, и, в целом, item 47-ое говорит нам, know and use the libraries, да. Это основной такой месседж от Джоша Блоха, ну, и, наверное, от его любимой собачки. Саморитировать это все, да, то есть о чем говорит Джош Блох? Don't reinvent the wheel. То есть не изобретайте велосипед. Если существует уже какой-то класс, который делает за вас какую-то работу, используйте его. То есть если вы не знаете такой класс, не стоит писать. Опять же, просто поищите его. То есть if you don't know, check. Куава релизится каждые три месяца, то есть достаточно стабильно. Каждая версия является мейнер-версией, нет. Последний релиз был 14.01, вот, в марте, 13-го числа. То есть следующий будет у нас где-то в июне, в июле. Следующая версия. По коду. Если вы уже поставили себе это за дипло или, да, на мейн, добавили, вы увидите по коду аннотацию бета. То есть это то, что разработчики, куавы, весят аннотацию. То есть это то, что еще не стабильно. То есть это, допустим, метод или этот класс, он еще не финализирован. То есть стоит с осторожностью использовать, потому что в следующей, допустим, версии, это может быть за дипликейтингом запустом. И куава дипликейтинг методы, классы с охотностью. То есть, как они говорят, они не тащат за собой то, что, допустим, было разработано год назад и что сейчас не нужно. Им проще это удалить и переписать заново. При этом они не оставляют это. То есть backward compatibility нет такого. То есть если вы написали свое приложение, основывались на каком-то методе, на каком-то классе, то в следующей версии это может пропасть. Поэтому с осторожностью смотрите, озабатывайте. Окей, давайте попробуем, что такое куава на вкус. Аннотации, которые присутствуют в пакете куавы, это бета, visible for testing, но это самые, наверное, такие аннотации, которые вы можете использовать. То есть, опять же, эти все аннотации, они используются и в самом коде куавы. Бета, visible for testing, то есть это удобное, то, что вы можете использовать и у себя. Good compatible и Good incompatible. Не все методы, не все классы, то есть в зависимости от того, где висит эта аннотация, они позволяют вам использовать это в куаве. То есть то, что Good compatible, то есть вы можете доверять, этому используют. Обращайте на это внимание. Ну и Core. Давайте немножко остановимся, поговорим о Core, о самого пакета куавы. Это такие базовые утилиты, то есть это то, на чем основана куава, и все остальные методы и классы активно используют эти вещи. То есть это string utilities, утилиты для работы со стрингами, pre-condition, object helper, то, что позволяет вам более-менее контролировать навык, и store больше, секундомер, так называемый. Давайте детально остановимся на каждом из них. Некоторые вещи мы будем детально рассматривать, более-менее углубняться, некоторые будем поверхностно, то есть чтобы вы примерно представляли, что такое есть в пакете куава, и уже, допустим, пошли на вики, на документацию, и уже получили более детальную информацию. Ну, string utilities, основные вещи, это joiner, это splitter и charmenture. Joined строки. Кто хоть раз не писал такой код? Не писал. Окей. Один человек. Все остальные писали, да? То есть понятно, у нас есть метод join, у нас есть string separator, у нас есть какая-то iterable, какая-то коллекция, которую мы хотим за-joинить, да? Через, допустим, через запятую, через своиточие, и так далее. Ну, наверное, есть пять, а может быть и десять различных элементаций этого метода, да? Как это можно написать? Гуэва предлагает класс joiner, который может на вход как аргумент принять iterable, iterator, varups, да? И вернуть вам строку, да, уже за joiner, или вернуть appendable. Да, string builder, он implemented interface appendable, то есть вы легко можете аппендить эти строки. Также он позволяет удобно контролировать null pointer exception и объекты, которые null. То есть вы можете добавить skip nulls и use for nulls, то есть это то, чтобы заменить. То есть если join встретит какой-то пустой объект, то вместо него вы можете поставить любое свое слово, или написать null, то есть сделать какое-то действие. А в целом пакете в классе join от 18 до 48, ну, очень много методов, да? То есть мы сейчас посмотрим основные вещи. Как пример, у нас есть фрукты, да, массив фруктов, apple, потом фрукт у нас null, orange, null, guava. Я думаю, я хочу за join это через запятую, да, при этом я хочу skip null, и это основная операция, то есть join, и передаем нам вот сюда массив. По идеологии, да, guava, они придерживаются так называемого object utility pattern, то есть вначале мы говорим, идет некая конфигурация, а в дальнейшем идет, что мы хотим сделать с нашим join, то есть вначале мы конфигурируем, мы говорим, что он запятая, да, то есть мы хотим сприть через запятую, потом мы говорим, опять конфигурируем, мы хотим за skip null, и дальше мы говорим уже некая операция, допустим, там join делать. Опять же, по коду в guava это встречается достаточно часто. Ну и как результат мы имеем apple, orange, guava. Да, небольшой момент, если у вас возникают вопросы по коду моего рассказа, лучше задавать их, наверное, сейчас, потому что мы будем рассматривать много разных тех, не связанные с друг другом, да, и чтобы не оставлять на потом, то он забудется, то есть в лучший шаг не бывает. А в конце когда символ нужно показать, что он консервизация? В конце нет, в конце невозможно это сделать. Окей, допустим, метод use for now, допустим, banal, то есть он нам место now везде, заменит это на банану. Разбиение строк. Очень похоже на joiner. Да, вопрос. Вопрос по предыдущему слайду. Не совсем понятна логика разработчиков. Вы можете дать комментарий. Не проще ли было поступить по принципу того же хибернета, когда сначала в joiner накидываются условия, condition и все прочее. А потом в конце называется execute. То есть логичнее было бы читать joiner join fruits он такой-то терминатор skip nulls и потом execute. В конце все выполнено. Я понял вопрос. Я не могу комментировать их логику. Почему именно они такое решение приняли? Я могу дать этим комментарий на этот счет. А? Таким образом подготовленный joiner является reusable. То есть его можно переиспользовать на самом деле. То есть точка входа идет вот скажем так все эти операции проходят не по фруктам в данном случае. Ты просто подготавливаешь joiner, который дальше можно использовать на любую коллекцию. Так без разницы. Разницы есть. Точно так же ты можешь взять joiner, вызвать execute допустим выполнить для этой коллекции сначала задав. Потом взять и поставить другую коллекцию и еще раз выполнить. Не понимаю ответа честно. Ну смотри. Разработчики Guava они решили что в начале главная идет конфигурация, потом уже идут действия. То есть такая последовательность. То есть после допустим use for null ты получаешь определенную конфигурацию. Инстанс определенной конфигурации, которую ты используешь потом для любой коллекции. Да, то есть здесь ты можешь создать объект joiner. Точка прикосновения идет не сама коллекция обернутая, а конфигурация относительно нее. Можно было бы сделать точно так же и при этом увеличить читательность. Для разработчиков основное главное было бы читать удобно. Давайте этот дебат перенесем уже в луары. Не будем на этом задерживаться. Я продолжу. Мы к сожалению ограничены по таймингу. Разбияние строк. Работает также по синтаксису, по конфигурации, по действиям. Очень похожим образом на joiner. В целом заменяет string split. Я люблю, что это, наверное, такой более сплит, но на стероидах. То есть с дополнительным таким сахаром. Также позволяет удобно контролировать те же самые null объекты и сплитить до и после. Также удобно контролирует пустые значения. Как пример, опять же, в начале мы говорим, мы хотим сплитить через запятую. Мы хотим omit empty strings. Мы говорим trim results. То есть он у каждой строки спереди и сзади. То есть он просто сделает trim. И мы говорим split. Также можно отдельно создать вот этот вот объект splitter. И потом реюзать его. Это было важное замечание. То есть один раз создали его и дальше мы подставляем, не знаю, в цикле допустим. И на выходе мы имеем apple, orange, banana, or. Хотя на входе у нас был непонятно что. То есть такая сложная достаточно стрима. Также видно, что вот эти вот пустые значения, то есть до и нет. И вот здесь вот после. То есть он их затримал. Ну по умолчанию ничего не знает о white space. Поэтому важно указывать вот этот вот empty strings. И также он следует вот так называемый object utility spatter. Он следует остальные классы в wavio. По прозвольному? Да. По поводу фото-безопасности. То есть если я создал объект, который я могу называть стрит, то можно сделать. Да, конечно. Большинство классов и функциональности в wavio она mutable. Честно говоря, я даже, наверное, не скажу пример, что не mutable. Окей. Сплиттер. Более сложная конструкция. То есть он также позволяет принимать на вход некий pattern. И сплитить строку. По шаблону. Мы видим результат. Да. Также позволяет принимать на вход charmenture. In range. То есть мы говорим, что charmenture in range 3 с 3 до 5. Да? Мы хотим за сплитить. То есть если наша строка содержит в себе чисто 3 и 5 в range. Сейчас мы более детально остановимся на charmenture. Это просто как такой момент, что можно использовать charmenture со сплитером без проблем. Окей. Charmenture. Это то, что раньше, кто работал еще с Google Collections, то, что раньше называлось String Utils. Это некий набор методов, функциональностей и уже предdefined разных кондишенов. Метчеров. Таких вот как паттернов. Которые вы можете легко использовать. То есть опять же он содержит все две вещи. Он содержит matching character. То есть что мы хотим за matching. И следующий момент это, что мы хотим с этим сделать. Да? Что? Что? Или мы хотим отфильтровать. Или мы хотим удалить. Или мы хотим сделать какой-то trim. Подробно. Как примендиционы, вы можете использовать вместо паттерна, вы можете использовать white space, ASCII, any, digit. Много различных предефайн штук уже существует. Что вы хотите сделать. Это, допустим, метод is, isNot, oneOf, inRange, то, что мы уже видели. Или, допустим, inRange, aToZ. В целом, вот список методов, которые вы можете вызвать. То есть они разделяются некоторые вещи. То есть это, что мы хотим сделать сейчас с sequence. И, вернее, как мы хотим это делать. Которые разрешают Boolean. И что сделать. То есть, remove from, допустим, retain, trim, replace и тому подобное. То есть, если будет интересно, закриньте, посмотрите. Как вариант, как пример. То есть у нас мы создаем char matcher. Говорим ему digit. Мы хотим цифры. Или мы хотим char matcher in range A to Z. Или char matcher in range A to Z. И дальше мы говорим matches all of. То есть мы проверяем это условие. То есть оно нам вернет Boolean. Что в этом случае нам вернет true или false? Вот здесь. True. А, нет. True, конечно. True. Да, правильно. Он вернет true, потому что этот streak удовлетворяет всем условиям, которые мы им задали. Есть и цифры, есть и буквы в маленьком регистре и в большом регистре. Хорошо. Хорошо. Здесь мы использовали matches all of, то, что возвращает нам Boolean. А здесь мы делаем уже некое действие. Retain from. То есть мы что-то удаляем. Да? Удаляем с нашей строки. С input. Опять же мы говорим, мы хотим digit or Java lowercase. То есть он удалит все цифры и все символы в нижнем регистрере с нашего input. Опять же вы можете строить такие конструкции до бесконечности. Ну, исходя из вот этих всех методов наших. Trim работает в целом. Понятно то, что и делает Trim. То есть он может удалить вам символы до и после. Ну, в итоге вы получаете некий результат. Также есть методы Trim leading from, Trim trading from. То есть впереди, сзади. То есть допустим Trim leading from. То есть он удалит только символ доллара в начале строки. Да? Или вот в конце строки. Pre-condition. Все, наверное, часто писали такой код. То есть есть какое-то условие. State не равен. State playable. Throw new illegal state exception. И какой-то error message. Ну, наверняка. Наш код становится полным. Такого boilerplate. Что предлагает Guava? Ничего сверхъестественного. То есть предлагает пакет Pre-conditions. В котором есть некоторые методы, которые оптимизируют. Да? Что ли делают строчку короче. Плюс добавляют дополнительную функциональность в ваш код. То есть он предлагает метод checkState. Здесь мы передаем условие. А если оно true, тогда будет выкинут illegal state exception. Можно настроить, что PC-inch exception удается? Нет. То есть checkState он будет выкидывать illegal state exception. Но другой exception, если вам нужно делать проверку на now, то есть метод checkNotNow. Он будет выкидывать null pointer exception. То есть то же самое удобно использовать, допустим, в конструкторе для проверки входных параметров или в методе. То есть вы делаете Pre-conditions, говорите checkNotNow и вашу перемену. То есть если он будет now, то выкидывает exception null pointer. Также очень удобно использовать и Гуава рекомендует использовать static импорты. То есть со static импортами код становится еще более короче. То есть Pre-conditions мы убираем и наша строка сводится просто к checkNotNow. Передали аргумент и наш error message. То есть вы можете передать здесь custom. То есть здесь он, по-моему, выведет object из now. Что-то типа такого. Ну, допустим, мы хотим кастомизировать. Engine can't be now. Также мы можем использовать string-форматор. То есть передать еще дополнительные здесь аргументы, которые он заменит. То есть %s. Так, вот в целом пример. Если нужен illegal argument exceptions, то есть метод checkArgument. Опять же, true-false и выкидывает вам custom message. И мы можем использовать string-форматор, он вам заменит. Здесь это значение на реальное значение speed. Ну, почему Pre-conditions? Это defensive coding. То есть более-менее обезопасить свой код. Очень удобно использовать для привалитации методы, конструкторы. И каждый метод имеет три варианта использования. Это без каких-либо аргументов. Просто check.naut передали, допустим, свое поле класса и получили exception или не exception. Также принимают error message и string-форматор. Ну и, опять же, рекомендуется использовать вместе со static импортом. Можно поменять? Да. Чек на дна? Чек на дна? Чек на дна? Через точку. Через точку. Через точку. Можно. Сделать одновременно несколько проверок, но несколько объединяйте. Да. Да, да. Окей. Objects-helper. Helper-метод для работы с объектами. Ничего удивительного. Облегчает создание икула, хеш-кода. Да. 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 Они, как бы, хорошо выглядят, все время приходят писать, но единственное, что мы добавляем блокирование. Хорошо, что это legal state, где ты сиденье у тебя идешь, а ты потом считаешь и не понимаешь. Как они для нынешательных ответов? То есть, просто где-то legal state, но в итоге как-то так... Ну, это runtime exception. Поэтому, скорее всего, где-то на уровне сервиса layer вам придется все равно там где-то отлавливать. Те exception и логировать. Ну... Как вы обычно обращаете distant-time exception? Нет. Если обычно мы сами открываем на тайм, 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 что не строгали, галстейк, но если залогируют, то никогда не будет, то он не выезжает. Какой-то вообще использует... Ну, нет. Он не предоставляет. То есть, в целом, вы можете сами обернуть это в try-catch и залогировать, если вам надо. Ну, так это не надо делать. Понятно. Окей. Мы остановились на equal hashcode toStreamHelper и firstNotNow. Пример использования equal понятно, да? То есть, обычно пишем equal, проверяем на instance, потом проверяем на now, потом дальше делаем три строчки кода. Что предлагает глава? Это класс object, метод equal, которым мы передаем this и that. Также объединяем их через параметр и, да? Объединяем их. В итоге, для проверки, допустим, трех параметров у нас выходит, можно это все записать в одну строчку, да? Можно в screen. Если вы сами писали, вам надо было бы делать три проверки, да? Для каждого поля. То же самое для генерации хэш-кодов. Да? Да. Можно как-то... Ну, например... Ну, вы же сами пишите, что вы, конечно, можете... Да. Ну, здесь ты как бы передаешь. Name, nickname, favorite. То есть, я не напишу, допустим, favorite movie, ну, окей, я могу это удалить. То есть... Сюда мы включаем только те поля, которые вам надо. Я правильно понял вопрос? Окей. Окей. С хэш-кодом все намного проще. С хэш-кодом мы передаем те поля, которые мы хотим, чтобы участвовали в генерации хэш-кодов. Объединяем хэш-код и просто через запятую перечислить. То есть класс объединяем. First Not Now, то есть удобная штука, если вы хотите возвышать какое-то дефолтное значение. То есть будет произведена проверка, если первое значение Now, то вернется второе значение. Также для генерации ту-стринга есть ту-стринг-хэнтер, в котором вы опять же добавляете те поля, которые вы хотите получить в вашем результирующем стринге. Да, в результате будет Now. Окей. Допустим, speakers is nullable. То есть speakers null. Как будет вести себя ту-стринг-хэнтер? Если не указан omit null values, то он подставит здесь значение Now. Явно укажет. Точнее, если omit null values, то есть избегать, то стринг speakers не добавит в результирующую строку. Without omit null values он добавит. То есть, опять же, очень гибко можете конфигурирует ваш ту-стринг. Избегать Now. Все наверняка писали. Да, знакомая история. x не Now, x вызываем какой-то метод, не равен Now и так далее. И какой-то код у нас в конце. Наверное, наш код полон таких конструкций. Или, к примеру, у нас есть некий person service. Find by nickname. Мы ищем nickname, получаем person. Дальше делаем проверку и person равно нам. Но мы не знаем, что это означает. То есть, или мы не нашли наш объект person. Или мы нашли наш объект person, но у него просто не зарегистрирован такой никнейм. То есть, person есть, но никнейм у него пустой. Допустим, Andy нет такого. Или, как пример, мы из коллекции map. Из map мы достаем по какому-то ключу key. Коллекция может нам вернуть Now. Но мы не знаем, то есть, это наше значение там действительно Now. Или это ошибочный Now. То есть, мы нарочно хотели туда положить по ключу значение Now. Сложно понять. То есть, в целом, Now, он может обозначать все возможное. По конструкции, по Now, мы не можем сказать. То есть, мы хотим это поведение или мы не хотим это поведение. Все знают, да? Дога Ли. Ну, я не буду комментировать его мнение. Ну, Saks или Хуар. Это человек уже в преклонном возрасте. Ну, и мы можем поблагодарить его, да? За изобретение Now. Который был создан в 65-м году. Ну, давно. Мы до сих пор его используем. Он говорит, что это была его ошибка. На миллион. Да. На миллион долларов. Да. Ну, еще этот человек известен как создатель quicksort. Сортировки quicksort. Окей. Что предлагает Guava? Как она позволяет решать эту проблему? С помощью optional. Optional в параметризированном tab. Как они говорят, что null, он не очевиден. Да? Если вы будете использовать конкретный тип optional, ну, будет явно. Так же позволяет вам проверить, если значение там есть present или значение там absent. Так же позволяет вам вернуть тип. То есть, с помощью метода get. То есть, optional он позволяет вам разделить понятие как неизвестность. Да? Ну. Или я знаю, что там должна быть какая-то неизвестность. То есть, я знаю, я предполагаю, что там будет null. Да? В целом, вы можете рассчитывать это оценивать как некий wrapper над null, который предоставляет дополнительные функциональности, дополнительные методы, чтобы вы могли проверять. То есть, допустим, optional вы можете возвращать из метода, если вы пишете какой-то свой, там, фреймворк, допустим. И уже в конце, консюмер вашего фреймворка может проверять optional is absent или is present, там, значение. То есть, более-менее гибко ожидать результат. Как это выглядит в конструкции? То есть, мы создаем optional, допустим, possible of either. Какой-то стринг. То есть, вот мы создали наш optional. From nullable. То есть, здесь может быть null. Дальше мы можем проверить value is present и делать свой какой-то код. То есть, мы не проверяем на null, но мы можем проверить, если значение is present, если оно там существует. Не null. Также удобно использовать, если значение is now, мы можем добавить в конструкцию or. То есть, если значение is now, он нам вернет другое значение. То есть, заменит дефолтным значением. И чтобы получить результат, можем вызвать метод get. То есть, он вам вернет объект типа depth. Окей, что важно запомнить, то есть, это метод of, то есть, из чего мы хотим сделать null. Да? Absent. То есть, он нам проверяет, то есть, возвращает нам есть или нет там значение. И from nullable. Также, кстати, очень удобно использовать optional в коллекциях. Допустим, в Queue, там, где нельзя использовать null. Мы можем null наш заменить на optional с, допустим, типом full. Ну, удобно использовать. Ну, или, допустим, контент хэштаб, который не позволяет использовать, ну… Да, важный момент, на что хотел бы обратить внимание. То есть, если вы вызываете, допустим, вы сделали свой объект, вы вызываете у него какой-то метод, вы получаете null pointer exception, если этот объект устоит. Это не позволяет вам избежать этой ситуации. То есть, если вам действительно надо получить свой объект, вы, допустим, здесь вызвали get. Ну, вот здесь вот. Вызвали get. И дальше через точку вызываете какой-то метод. Вы тоже получите свой null pointer exception. То есть, это не заменяет. Мы можем вернуть какое-то дефолтное значение. Да, мы можем вернуть дефолтное значение. Да. Как вариант. Но если мы, допустим, не хотим решать дефолтное значение, то есть, что говорят разработчики, что код становится больше более понятным, более предсказуемым. То есть, вы, когда разрабатываете приложение, вы при этом думаете, что должен возвращать ваш метод, что может хранить ваша коллекция. То есть, более вместивимый, ясностный ваш код. И предсказуемость, естественно. Также для работы с null есть класс strings, который предоставляет empty to null, isNull or empty, и null to empty. Ну, очень простые методы, которые позволяют... ну, конверт. Empty to null, то есть, если значение string будет вам пустое, он возвращает вам null. Или isNull or empty, допустим. Или null to empty. То есть, если null, то в результате вы получите просто простую трубу. Это то, что касается работы с null. Как я говорил, то есть, он просто заставляет вас активно думать над случаями, когда стоит использовать, когда стоит возвращать null, когда не стоит. Стоп-вотч. Секундомер. Как обычно вы используете, если вам надо замерить, допустим, перформанс вашего метода? Ну, вот какой стандартный путь работает? Да, вызвать current time millis, потом в конце вызвать опять current time millis, да, посчитать дельту. Получить значение. Что предлагает глава? Класс стоп-вотч. Который позволяет вам замерять скорость работы, да, какого-то участка кода. Также не рекомендуется использовать current time millis, потому что, ну, время на компьютере оно может меняться. Есть leap seconds, да, который, там, год назад, по-моему, пострадал какой-то большой сервис, да, от этого. Потому что он какой-то метод вернул отрицательное значение. Поэтому рекомендуется использовать как nano time. То есть это, опять же, стандартная джавовская штука system nano time. Вот как раз стоп-вотчи используют. Но если вы будете явно использовать в своем коде nano time, опять же, вы должны высчитывать дельту, да, то есть он такое абстрактное значение. То есть это становится более очевидным, когда вы подсчитаете разницу между что до и что после. Вернемся к стоп-вотчу. То есть он позволяет вам сделать некий старт и некий стоп на операции. Например, есть метод mirror ellipse time. Ну, мы хотим измерить. Мы создаем стоп-вотч, говорим ему start. Мы делаем какую-то операцию, мы говорим ему ellipse. Также мы можем указать здесь ему, что мы хотим получить в результате, да, в каких единицах измерения. Или это миллисекунды, или это наносекунды, или это минуты. Или это часы, допустим. То есть удобно. Стоп-вотчи используют nano time. Также он позволяет вам передать, принимать на вход, вот при конструировании стоп-вотча, на вход некий объект типа ticker. Тикер – это как раз механизм, который производит подсчет, да. То есть это то, что вызывает nano time. То есть очень удобно использовать и передавать его, если вам надо, к примеру, замокать ваш ticker. То есть вы мокаете ticker, допустим, который постоянно возвращает какое-то длинное значение или считает минуту за час, ну, к примеру. То есть очень удобно мокать, можно в результате использовать. Ну, возвращает human readable в формат to stringer. То есть, опять же, согласно вашим единицам измерения, которые вы запросили. То есть это nano time, или это миллисекунды. Удобно. Мы подошли к такой важной теме, как functional стиль программирования, да, функциональное программирование. Понятно, в Java сейчас этого нет, но Java 8 нам предоставит эту функциональность в полной мере. Как решать этот вопрос и что предлагает нам Java 8. Ну и такой functional стайл мы можем использовать с помощью анонимных классов. Ну, это и поменяется в Java 8. Кстати, сегодня будет несколько интересных докладов по ряду. Что предлагает нам Java, это function, допустим, для того, чтобы трансформировать нашу коллекцию, для работы с коллекцией. То есть это интерфейс function, который имеет метод apply. И предикат, который позволяет нам фильтровать нашу коллекцию. То есть зачастую, действительно, мы получили какую-то коллекцию, и нам надо, допустим, по какому-то предикату, да, по какому-то условию отфильтровать нашу коллекцию. Как мы обычно это делаем, мы используем итератор, итерируемся, создаем новую коллекцию, да, туда все наши значения, которые сатисфят нашим условиям, мы добавляем. То же самое и с function. То есть если нам надо произвести какое-то действие над объектами нашей коллекции. Давайте детальнее остановимся на function. То есть он позволяет нам транспортировать. Существует много разных, вот, iterables, flant, iterables, iterators, collections, 2, lists, maps, multi-maps. Все, что заканчивается на S, это куавовский класс. То есть в целом они используют это по-всеместному, как strings, collections. Ну, collections уже есть, да, в чале, поэтому они сделали collections 2. Итераторс, flant, fluent, iterable. И каждый из этих интерфейсов имеет метод transform. То есть flant iterable это некий wrapper над iterable. То есть он, вы можете конструировать различные цепочки, да, действий, которые вы хотите сделать над вашей коллекцией, такие как filter, transform или skip cycle. То есть очень большое количество разных операций. Не будем останавливаться на этом. Мы поговорим только о фильтре transform. Итак, пример. То есть у нас есть наш метод derma. Принимаем какую-то коллекцию input и создаем нашу функцию. Функция, допустим, to uppercase. То есть мы хотим все значения нашей коллекции, да, коллекции стрингов, поднять в верхний регистр. То есть мы создаем нашу функцию, анонимный класс, override method apply, string to uppercase. Что нам остается сделать, это использовать collections 2. Или можем использовать flant iterable, да, он тоже будет полезен. Вызываем метод transform, которым передаем input и нашу функцию. Ну, в результате, естественно, мы получим нашу коллекцию, но уже все значения, все стринги будут в верхнем регистре. Это простой случай, да, с 2UrgerCase. Вы можете сделать здесь достаточно глубокую логику, да, спрятать за этим предикатом. За этой функцией, что я все время путаю. Также вы можете использовать одну функцию, да, сделать ее reusable, использовать на разных коллекциях. Предикат. То есть он позволяет нам очень похоже, очень похоже на функцию, разве что бы он не extended ее. Опять же, те же самые методы и фильтр на flant iterables iterables на всяких куаловских классах. Как это выглядит? Мы создаем предикат. Предикат, мы говорим, у нас объект user. Мы оборадим метод apply. И, допустим, вот строим такую вот сложную конструкцию, да, то, что мы уже поговорили на предыдущих слайдах. Используем optional from another node or, допустим, да, or там заменяет. Если первое значение null, то второе значение будет подставлен, not awesome. И выбираем, и вызываем метод is awesome. То есть мы делаем некую проверку, тем самым возвращая Boolean true, false и фильтруем. То есть если true, то значение будет отфильтровано нами. Также можно использовать try find. Кстати, все iterables, они lazy. То есть до первого попадания. То есть try find, то есть он не будет вам итерироваться по всей коллекции. Он как первое найдет, он сразу же выйдет. Если говорить о функциональном подходе, да, в Guavi, то есть есть вот такой вот метод, да, putting it together. То есть как мы можем использовать и credit card, и функцию вместе. То есть мы хотим подсчитать и возвести в квадрат все четные значения. Square of events. Получить в квадрат. То есть мы получаем на вход в detourable чисел. Мы говорим client detourable from numbers. Отфильтровать. Что мы фильтруем? Из наших чисел мы выкидываем все неотчетные значения, оставляем только четные, да. Сделим по модулю 2. То есть true, false возвращают нам. Что мы дальше хотим сделать? Мы дальше хотим это оттрансформировать в нашу коллекцию. Поэтому мы вызываем метод transform тут же. И пишем нашу функцию. Функция она нам возводит в квадрат наше значение. Можем проверить на now, check.not now. И return input умножить на input. И возвращаем в результате. То есть вот такие вот сложные конструкции через точку, через точку, через точку. через анонимный класс. Как это выглядит? Удобно? Не всегда, да? Будет лучше. Согласен. Окей. Или мы можем это записать вот так. То есть у нас есть наша коллекция. Neuralist. Мы итерируемся. Проверяем number. Четный, нечетный. Square of events. Add number умножить на number. То же самое, да? Парачили. Первый, конечно. Результат аналогичен. Но лучше использовать в библиотеке. Лучше использовать в библиотеке. Да. Джош Блокт не говорил, лучше использовать в библиотеке. К чему я веду? Нужно быть осторожным. Функциональный подход, он хорош, да? Но не всегда. То есть не везде он подходит. То есть там. В первом случае можно было бы сделать намного очевиднее код, если анонимные классы заменить на статики с нормальными именами. Да. Ну вот ребята говорили, да. То есть в принципе можно сделать короче код. Игорь, проблема здесь функционального стиля в том, что это костыль для объектно-иментированного императивного языка просто. Вот и все. Если бы ты писал сейчас через клоужер, допустим, в Java 8 было бы все намного очевиднее и красивее. Да, согласен. Это то, как они пытаются решить с помощью существующего подхода в Java. То есть понятно, когда придет Java 8, все станет намного проще, намного гибче. Они, опять же, они не заставляют нас использовать это. То есть, опять же, если вы видите, что вы можете решить какую-то задачу без этого, окей, без проблем, решайте. У меня подсказка. Интеллижей 12 версии, она схлопывает очень классно, значит, анонимные классы. Так что уже 6-й и 7-й дали. Да, как вариант, можно. Опять же, или у вас схлопнутый будет 15 строчек кода или 4 строчек кода, которые вы можете написать без этого. Такое время. Сколько у нас еще времени? Окей. Я тогда скажу пару слов о кэше. Позволяет использовать кэш, написать свой собственный кэш. Всем знакомая ситуация. Опять же, не дистрибьютит кэш. То есть, если вам нужно закешировать какое-то значение, ну, локальное, да, то есть, не дистрибьютит, такое-либо. Кэш вы можете использовать в УАУС. То есть, есть два вида. Есть loading кэш, есть просто кэш. Кэш, он просто, то есть, вы получили значение, добавили его туда, проверили, есть оно там, нет его там. Если его там нет, вы его туда добавили. Loading кэш, он позволяет вам автоматически подгружать значение, если его нет в кэше. Опять же, с помощью анонимных классов, вы делаете линги loader. Да-да-да. Оверрадите метод load, и, допустим, create expensive ground, да, по какому-то ключу. Дальше вы делаете loading кэш, кэш-билдер, new-билдер, build-loader. То есть, вы получили свой готовый кэш. Дальше, если вы обратитесь к этому кэшу, скажите мне get, да, get значение, он проверит, есть оно там. Если его там нет, он вызовет вот этот метод load. То есть, удобно использовать, если не нужно кэшировать, ну, большие объемы данных. Если надо сделать какой-то локальный кэш, да, ну, допустим, то, что вы могли бы написать с помощью concurrent-хэш-мэпа, да, используя, ну, как обычно решается эта задача, да. То есть, не изобретать велосипед, вот есть замечательный метод кэш-билда. Также позволяет, что позволяет делать, это максимум сайз указывать, да, максимальный размер. То, что вы с помощью concurrent-хэш-мэп, вам пришлось самому это делать. Он позволяет экспайр делать, то есть, он позволяет удалять оттуда значение. Он позволяет записывать статистику, количество хитов и количество миссов. Ну, и, в целом, удобная вещь. Также он работает с конкуренцией. Если несколько потоков попытаются получить один ключ, да, какое-то значение из кэша, и его там нет, то четыре потока не полезут одновременно и не будут его грузить. Только один поток полезет и раздаст его нам с помощью метода, допустим, put if Epson. Тамарный метод есть. Удаление тоже позволяет максимум сайз, с вейт по разным принципам. Окей. Ну, и работает отлично с exception. То есть, выкидывает вам здесь execution exception, если вам надо получить значение. Окей. Мы не успели немножко поговорить о коллекциях. Да. Какие существуют альтернативы? Гуавы. Ну, сам Гагл нам подсказывает, что есть Копачи Коммус. Да. Есть Гагл Ковенчин, что то же самое, что Гагл Буавы. Ну и, в принципе, все. Опять же, есть много дискуссий, много споров, что хорошо, что плохо. Я рекомендую зайти на эту ссылку. Там много за, много против. В целом, они дополняют друг друга. Можете использовать и одно, и другое. Посмотрите, если вам нужна помощь. То есть, вы можете писать им письма. Они очень активно отвечают на это. Ну и, пробуйте. Постарайтесь создать что-то интересное. Постарайтесь добавить себе этот проект. Ну и сами поймете, любить вам это или не любить. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо за просмотр! Аплодисменты. Попробуйте! Аплодисменты. Да.